всем доброго времени суток но у меня все как обычно для более качественной работы выравниваем полы клеем просто выравниваю неровности по факту получается быстро и без лишних движений после того как все высохло грунтуем и на следующий день производим укладку керамогранитом размер плитки у нас 1200 на 600 миллиметров это довольно таки популярная плитка с таким размером для качественной работы клей наносим вот такой вот гребенкой за счет упоров по бокам гребенки слой получается равномерным и это то что нужно для качественной работы с керамогранитом такого формата как вы видите пользуюсь новой виброприсоской взял более дешевый вариант но довольно таки эффективный здесь несколько режимов и все они предназначены для разных задач только правильно нужно применять по назначению плиткорез я выбрал для этих работ более бюджетным и доступным и ничем не уступающим знаменитым брендом стоимость в 3 а то и в 4 раза дешевле а по производительности ничем не уступает и работает на 5 с плюсом а а а а а а а недавно приобрел себе вот такую машину для работ с плиткой обзор я уже делал и ссылку на это видео я оставлю в описании видео а 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 строго по инструкции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После нанесения швов ждем полчаса и начинаем замывать. При замывке я применяю чуть замыленную воду. Это дает мне сформировать ровный и красивый шов. Продолжение следует... Продолжение следует... На следующий день мы видим, что на полу образовалась вот такая вот пленочка. И для его удаления существует специальная жидкость. Мы наносим ее на пол в небольшом количестве и удаляем ее вот такой вот салфеткой из микрофибры. Ну вот такой вот у нас получился результат. Это у нас кухня. В следующей части мы будем класть плитку на рабочую стенку кухни. Плитка у нас будет из натурального камня. И я думаю, что будет очень интересно. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.